Как я и сказал, вопрос относится к психологии, хотя, конечно, это больше философский, ибо вопрос экзистенции всегда интересовал изначально философов. Психология, будучи наукой о сознании и будучи дочерней наукой философии, то есть выросшей из философии, все-таки может постараться ответить на вопрос, который вы задаете. А знаете вы вопрос, очень серьезный вопрос о смысле жизни, о том, ради чего стоит жить, о том, значит, куда человек стремится, о том, что для него важно и о том, что такое прошлое. Обычно человек строит планы, большие, грандиозные, обширные планы, будучи молодым. И молодость здесь имеется в виду не физическое. Молодость здесь имеется в виду душевное, психическое. И если человек молод, если человек понимает, куда он идет, если человек отдает себе отсчет в том, куда он стремится, что для него важно, что для него ценно, то планы эти не исчезают, а моменты, моменты являются лишь ступеньками к достижению все новых и новых вершин, все новых и новых идеалов. То, что описываете вы, вы говорите, что, значит, думаете, что вот только в тот же момент находились в нем, и он уже стал восеминарным. И так сказано минутой жизни. И до этого все кажется элисией просто фильмом, который просматривались. Я думаю, что у вас, значит, существует неудовлетворенность тем, что вы делаете именно для себя. То есть вы все время стараетесь делать что-то для других людей. Вы все время занимаетесь тем, что следуете интересам и целям других. И из-за этого, оподвигая свои собственные желания и стремления, не чувствуя, что вы делаете что-то для себя, не чувствуя, что вы живете для себя, вы чувствуете некую такую отсчезенность от окружающего мира. Ведь, действительно, каждый момент, который вы проживаете, уходит в прошлое. Он кажется, что исчез. Хотя в действительности он остался в вашей памяти, он действительно сохранился в вашей памяти, и он составляет в ту самую единичку опыта, который человек получает на протяжении всей своей жизни. Но, дело в том, что этот момент в вашей жизни не связан с вами напрямую. Вы писали, что не можете выговаривать, вы писали, что вы чувствуете себя одинокой, вы писали, что вы не можете довериться своему мужу, вы писали, что вы не чувствуете, что он понимает вас и так далее. И это все вместе с детьми, которые тоже достаточно маленькие, чтобы вас понять. И отсутствие подруг у вас, отсутствие нормального дружеского общения дает у вас ощущение, что вы находитесь на обучении мира, что вы находитесь за его пределами, что все вокруг вас живут, что-то делают, к чему-то спремятся, что-то хотят, куда-то двигаются, а вы нет. Вы сами за себе застыли на месте, вы не развиваетесь, не растете, не прогрессируете, но при этом вы спеши делаете и двигаетесь, потому что так того хотят другие люди. Так того хотят все, кроме вас. А для себя вы делаете ничего. Или очень мало. И из-за этого происходит так, что, во-первых, собственные планы у вас постепенно уходят, потому что вы не видите возможности их реализовать. А как реализовать, если вы, по сути, принадлежите другим людям? Вы сами себе не принадлежите. Вы не чувствуете, что вы принадлежите сами себе. И из-за этого все, что с вами происходит воспринимается как песок, уходящий сквозь пальцы. Вроде бы это с вами, вроде бы это ваши эмоции, вроде бы вы это чувствуете, но в то же время это нечто искусственное. Это нечто неважное. Это нечто инородное, чужеродное, другое. Оно не принадлежит вам. И вы знаете, так бывает, когда молодые люди, а вы еще молодая, молодые люди полностью теряют свое я в контексте отношений с другими людьми. В том числе со своими близкими, в том числе со своими непосредственно родными людьми, в том числе и со своими детьми. Очень многие люди, в том числе и молодые мамы, молодые родители, часто испытывают проблемы, связанные с дефицитом собственного времени, которое им нужно для себя, в связи с тем, что маленький ребенок, например, его требует. Люди часто попадают в депрессию, особенно мамы, потому что, ну, понятно, что мамы это человек, который все время находится с ребенком. А мамы не чувствуют, что живут, они начинают впадать в депрессию именно по той причине, что теряют смысл жизни. А какой смысл жизни, если человек все время, например, с малышом, да, все время чувствуют себя родительным, чувствуют себя обязанным, чувствуют себя ответственным за других людей. При этом обеих людей, как правило, ничего не получают за меня, не получают никакой поддержки, не получают никакого отдыха, никакого релакса, никакого удовлетворения, вообще ничего. Только лишь требования, требования, обязательства, ответственность и все. И ладно бы, если бы кто-то этого человека принуждал Но нет Только с этой ситуацией в том, что человека в данном случае и в вашем случае никто не принуждал Вы как бы сами согласились на это все Тогда Раньше А потом это начало вас тяготить Потому что внутренний ресурс, который у вас был Когда вы готовы были и детей воспитывать, да И быть для своего мужа идеальной супругой, женщиной и так далее Этот ресурс вырабатывается Он вырабатывается, потому что его ничто не питает Его ничто не подпитывает, ничто не поддерживает И вы с одной стороны ждете, что вас будут поддерживать ваши родные Ну, например, муж, подруги и так далее Но в вашем случае мужчина этого не делает Он вас не поддерживает Если я правильно помню ситуацию, которую вы описывали Дети слишком маленькие, чтобы это делать, чтобы понимать такие вещи и что А подруги у вас достаточно далеко находятся и вы с ними мало общаетесь, чтобы чувствовать себя собой И здесь мы напрямую подходим к тому, чтобы решить данную проблему И понятно, что в контексте вашей ситуации, вашей жизненной, так сказать, позиции Сложно вот так вот взять и сходу решить такой сложный вопрос, как проблема нерасширена Проблема собственных целей, проблема собственных мотиваций Проблема вообще восприятия мира Но поскольку Есть некие ориентиры И эти ориентиры связаны с тем, что вы не живете для себя Ну вот спросите себя о следующем А что вы сделали для того, чтобы побаловать себя? Порадовать себя Как много в вашей жизни тех моментов, когда вы принадлежите только себе? Как часто вы бываете не в одиночестве То есть, когда выносили ощущения от людей Когда вы, например, находитесь в реакции с мужчиной, да И не можете сказать ему о том, что вас волнует Это одиночество Когда вы хотите сказать и не можете Когда вы тянетесь к людям и не имеете возможности реализовать свою потребность В общине, например, с людьми Так вот, как часто вы бываете не в одиночестве А в уединии Когда вы целенаправленно Отгораживаете себя от других людей Чтобы избавиться от их потребностей От их желаний От их ожиданий в отношении вас От их притяжаний на вас От их каких-то советов, вмешательств в вашу жизнь и так далее Чтобы просто побыть наедине с собой Вот, попробуйте Так вот, наедине с собой Немножечко проводить время И сделать это не выносительно в каким-то мероприятиям А именно, как сломанцы Побудьте наедине с собой Послушайте себя Послушайте Твою душу Твои мысли Подумайте Чего бы вы Собственно говоря Вообще Хотели бы От жизни Чего бы вы Хотели для себя Сами для себя Какие у вас Ценности И Эти ценности Как могут быть реализованы В контексте В контексте ситуации, в контексте того, как вы сейчас, на данный момент живете, и пусть вы сразу все свои цели, свои личные идеалы, стремления, свое понимание того, как должен быть устроен ваш быт, какой должна быть семья, каким человеком должны быть вы. Сразу вы это все не решите, но вы хотя бы вспомните, что это такое для вас, что из себя представляют ценности, которые вы сами для себя когда-то определили, что они для вас значат, чем они являются. И каждый раз, когда вы будете оставаться над собой, вам нужно будет освежать в памяти вот эти вот вещи, важные только лично для вас. И когда вы это будете делать, то волей-неволей, ваше поведение будет как корректироваться в сторону этих самых ценностей. например, мужчина не прислушивается к вам и делает того, что вы бы от него хотели. Вы обижаетесь, думаете, что он не испытывает к вам чувств, таких сильных, как вам бы хотелось. И это реакция вас, когда вы себя теряете. Когда вы являетесь только субъектом социальных отношений, но не являетесь личностью. То есть человеком, который оценивает себя и свое место в мире, в мире людей, в обществе. Который не стремится к какому-то алгоритмическому отношению с людьми. Который воспринимает себя как индивидуально. И других людей так же. И исходя из этого понимания уже, вы будете отдавать себя чёрт в том, что вы самобытный человек. Со своим уникальным набором характерных черт, плюсов, минусов, достоинств, недостатков и так далее. И далеко не всё из этого вы можете донести до окружающего вас контингента людей. А люди не способны донести до вас что-то, что у них есть такого. Но ваше главное отличие в том, что вы это не осознаёте, а они нет. И осознать это можно только через уединение. Через создание внутри вашего пространства семейного, супружеского и так далее. Своего личного. Где могли бы быть только вы. Именно в нём вы обретёте себя. И сделав это, обретя себя, вы сможете стремиться к тому, что вам нужно. В первую очередь, вы вспомните. Вспомните, а что же, собственно, вам нужно. Вспомните, а что же, собственно, для вас ценно. Вспомните, а куда они вы, собственно, стремитесь. Это один аспект. Один важный, на мой взгляд, важный аспект, который, ну, достойный того, чтобы его осветить, чтобы на него обратить внимание. Следующий момент, на котором вы пишете, это то, что, значит, вы ощущаете какую-то ситуацию, и эта ситуация стала прошлой. То есть, вы не чувствуете, что вы эту ситуацию прошли. То есть, вам кажется, что, вот, был какой-то момент, этот момент, он представлял для вас некую ценность, он был для вас привлекательным, а потом он ушёл, этот момент исчез. И вы уже не чувствуете, что можете его вернуть. Вы как бы жалеете о том, что недостаточно полное его прожили. И это означает лишь то, что вы слишком сильно подчинены желаниям, мотивам других людей. Вы являетесь, как бы, исполнительницей чужих желаний, ну, пусть не чужих, пусть желаний ваших родных, желаний вашей семьи, желаний ваших детей, вашего мужа и так далее. И вы слишком сильно привыкли думать о них, но не о себе. И забывая себя, вы не можете проживать моменты жизни, которые вам нравятся. Вы не можете наслаждаться этими моментами. Потому что всегда есть желания других людей, которые всегда стоят, как бы, у вас за спиной, за плечом, и они мешают вам полностью перешить момент, который вам нравится. И, конечно же, это нормально. Нормально, что есть интересы в ручной деятельности. Но вы сделали их, видимо, постоянно. То есть они постоянно над вами, эти интересы, вставляют. Они постоянно находятся с вами, что мешает вам полностью пропустить через себя в этот момент. То есть только чисто вот, вот принимать какой-либо происходящий с вами случай, как, значит, схему вы и он, а вот принимать эту схему как вы, кто-то еще и он. И кто-то еще здесь всегда мешает. Потому что они находятся на своей волне. Они находятся на своем уровне. А вы на своем. И ваши уровни, уровни восприятия, уровни душевной организации, все это слишком сильно различаются. Но поскольку вы отдаете предпочтения интересным и желанием других, то вы как бы и принимаете их уровень, организация душевная, их уровень восприятия окружающего, как свой. А свой уровень, свою особенность восприятия. Вы как бы убираете. Потому что она не жизнеспособна в той ситуации, в которой вы оказались. Она не способна в том кругу, где вы находитесь. Не способна к жизни. Не не способна дать вам что-то такое, чтобы не нанесло ущерба отношениям с другими. По вашему мнению. Отсюда и пропуск, точнее, даже не так. Отсюда упущение планов своих. Отсюда постоянное ощущение, что вы теряете что-то важное для себя. И так далее. Вы живете не сами. Вы живете как большее для других. И это тоже плохо. Чрезмерное растворение в близких людях ведет к такому вот, как у вас, ощущению. А именно, потерю своих собственных целей, ориентиров жизненных, ценностей и стремлений. Естественно, это влияет довольно негативно на вас, а значит на других людей. Если вы хотите для своих близких и для себя счастье, то в первую очередь вам нужно быть счастливой самостоятельно. Ваше личное счастье, повторю, личное счастье. То есть, счастье как отдельно взятого человека. Не супруги, не родителя, не ребенка своих родителей. Именно как личности. Личность за пределами семьи, за пределами брака и за пределами рабочих и социальных отношений. Но невозможно без них. То есть, что это означает? Это означает наличие самосознания, самосознания себя на каждом из трех уровней. Первый уровень – это природа. Когда вы имеете четкое представление о том, что вы сами из себя представляете как человек на уровне непосредственно биологического организма. То есть, когда вы знаете себя, знаете какие у вас особенности, представляете себе свою физиологическую схему и так далее. Второй уровень – это социальный. Когда вы достигаете определенных вершин в исполнении социальных ролей и понимаете, что эти социальные роли в вашем контексте достигли потолка. То есть, вы идеально выполняете свою социальную роль, но хотите чего-то большего. Вы четко представляете себе, кто вы в рамках социальных ролей. А дальше наступает черед личностного роста. Когда есть две основные категории. Первая категория – это вы настоящие. А вторая категория – вы идеальные. Вы настоящие находитесь на одной ступени, вы идеальные на другой. И вот между этими двумя категориями существует расстояние. Это расстояние и есть потенциальная возможность вашего личностного роста, личностного развития. И если раньше вы стремились к себе идеально, то сейчас к себе идеально стремиться вы перестали, потому что слишком много внимания уделяете социальным ролям. Вы идентифицировали себя с этими социальными ролями. И забыли про личностный рост. Забыли про себя как про личность. И из-за этого возникают все проблемы. Вспомните, какая вы идеальна. представляли себя раньше, когда у вас было много планов. И что есть планы вообще по сути? Планы вообще по сути есть форма ваших желаний. Например, здесь есть планы, путешествовать по миру. Это означает, что вы не любитель привязанности к одному месту. Это означает, что вы не осердный человек. Это означает, что вы не любите спонтанность. То есть, из плана путешествия по миру, который не всегда получается реализовать, можно извлечь главное. это стремление к спонтанности. Стремление к совершению некарактерных поступков для вас. Стремление к совершению тех поступков, которые, скажем, от вас не ожидают. Которых вы сами от себя, может быть, тоже не ожидаете. И так вы реализуете свою личностную, то есть только вашу потребность в этой самой спонтанности. Самая привычная форма которой является путешествием. И если путешествовать у вас возможности нет, то значит нужно стремиться к спонтанности. То есть, к подчинению своей жизни не какому-то алгоритму, не какому-то обряду и ритуалу, а больше добавить импровизации, больше добавить паристости, импульсивности, больше добавить непредсказуемости и так далее. При этом применять ее там, где ее можно применить. Оставив некий косяк, такой как, например, режим для детей, обязательные условия питания, если требуется учебный процент, который подчинен режиму, все это вы безусловно оставляете. Но это как бы необходимость, вы понимаете. Это необходимость. А там, где необходимости нет, вы не стремитесь подчинить все какому-то контролю, а наоборот больше импровизации, больше свободы, больше проявлению какой-то вот индивидуальности, какой-то вот своей собственной, так сказать, потребности в чем-либо. И это хорошо. Потому что, во-первых, в моем примере, например, это могут быть дети сами могут как-то находить себе развлечения, находить себе занятие, что для них является очень полезным. Ну, а вы, соответственно, можете отдохнуть. И вот так можно сделать с любыми желаниями. Например, желание лететь, ну, летать, да, желание там, вот, быть левочником, там, фанатом, это стремление к свободе. То есть человек хочет быть свободным. А что это значит быть свободным? Быть свободным – это значит не чувствовать ограды. Не чувствовать ограничений, преграды. А что это значит, не чувствовать преграды? Это значит не иметь ничего такого, что бы раздражало внешний и внутренний зор. Говоря о внешнем теорете, понятно, стены дома ограничения, а внутренние теореты, соответственно, какие-то, ну, какие-то регуляционные установки, данные обществом, семьёй и так далее. То есть какому человеку, может быть, нужно выбираться на природу, быть одному где-нибудь в лесу и так далее. Но это можно сделать и более локально, если проанализировать ваши возможности там и так далее. То есть важно понять, какие у вас планы были, какие у вас желания и подумать над тем, как эти желания можно реализовать в условиях именно ваших. И когда вы это сделаете, когда вы почувствуете, что то, чего вы хотели, то, к чему вы стремились на уровне смысла, вполне себе осуществимо. Вы как будто бы оживёте. Не перестанете воспринимать проходящие мимо вас моменты, как песок, а будете воспринимать их живо, полно, потому что вновь обретёте себя. Ведь обретя себя во второй раз, потому что один раз лучше себя обретали, уже невозможно забыть. Вы всегда будете помнить себя и окружающие, происходящее с вами, будете воспринимать так, не только в качестве, ну вот, родителя, супруги, ребёнка своих родителей. Не только как друг, социальный субъект, коллега по работе или как-то ещё, но и как личность. Как человек, который всё, что происходит с ним, пропускает через призму твоих собственных убеждений, целей и стремлений и оставляет что-то для себя. А вы же пока, за счёт того, что живёте чужими интересами, ничего для себя не оставляет. И в результате чувствуется, что всё утекает мимо вас. Потому что вы эмоционально никак не вовлекаетесь в то, что происходит с вами. Просто потому что, наверное, считаете, что ничего уже вы не сделаете, ничего не сможете. А это ошибка. Но ошибка понятная и ошибка логична в вашем случае. Ну вот, в принципе, так можно ответить на ваш вопрос. Может быть, какие-то моменты покажутся вам неподходящими для вас. Может быть, что-то вам покажутся неосуществимым. Но это только потому, что вы не начали с главных, то есть в познания самого себя. Если вы это сделаете, начнёте делать постепенно, то вы удивитесь, как будут расширяться ваши возможности. Удачи вам, Ирина! Надеюсь, что помог!